друзья всем привет сегодня у нас 15 марта 2020 года и в этом видео я хочу с вами поговорить о ситуации которая сложилась в украине с туризмом в частности из-за вопроса коронавируса и так давайте начнем с того что я хочу вам сказать это первое ребят значит ситуация нелегкая особенно касается туризма принципе в этом видео будет только за туризм потому что в других сферах как бы я не не являюсь там не экспертом не кем-то другим ли каким-то лицом которые может вам рассказать объективную информацию связанную с этим вопросом но когда вы смотрите что-то где-то кого-то особенно это касается соцсетей ребят смотрите экспертов не смотрите всех подряд кто-то мелет что попало как бы об этой ситуации потому что бредов в интернете очень много поэтому ребят чтобы не создавать панику пожалуйста не смотрите весь шлак весь тот мусор который наполнен наполнил интернет который просто напросто ну создан для того чтобы сорвать хайп поднять рейтинг ну и заработать на этом смотрите пожалуйста официальные источники официальные сайты смотрите только экспертов которые являются действительно экспертами в этой области не поддавайтесь панике самое главное ребят не поддавайтесь панике потому что губит людей не вирус а больше губит это вот паника и так ребят давайте начнем с того момента когда у нас появилась нестандартная ситуация в туризме а именно с обращение нашего президента владимира зеленским о том что 17 марта у нас закрывается украина и принципе иностранцам украину дорога будет закрыта но все наши граждане которые находятся за границей они вернутся это сказал наш президент я не знаю как он не он а как правительство будет это все организовывать потому что принципе из того что я имею информации той которая имею от своих знакомых от своих там может сказать туристов которые находятся за границей вот то все не так то и хорошо имеется ввиду ну они в шоке принципе от этого всего и не знают как они могут вернуться потому что билеты не покупают значит происходит отмена билетов либо вообще невозможно купить либо вообще неизвестно что делать значит с этим вопросом мы дальше разберемся в этом видео и сейчас я хочу вам показать некоторые план видео чтобы вам было понятно что в этом видео я вам хочу рассказать и что я вам хочу донести и это очень важно ребят потому что потому что нужно сохранять спокойствие и ориентироваться только на официальные источники если вы будете двигаться по этому плану ну не то чтобы плану по этим как бы можно сказать моим рекомендациям то по крайней мере вы сохраните свои нервные клетки и так давайте начнем значит первое что мы разбираем я вам даю ссылочку это на видео нашего президента владимира зеленского который сообщил нам о этой ситуации ну и что это происходит в украине как бы то есть он рассказал там всю подробную информацию рассказал что там будет какие меры будут водиться в украине вы обязательно это посмотрите как бы вот чтобы могли хоть чуть-чуть что-то понимать с другой стороны он некоторыми своими высказываниями ввел заблуждение некоторых там граждан украины и принципе некоторых представителей туристических предприятий в украине потому что собственно говоря как бы очень неоднозначную информацию которую он дал принципе как бы это было только видеообращение после этого никаких документов не было соответственно как бы все туроператоры руководствовались своими как бы нормативно правовыми документами и договорами заключенными с туристами то есть операторы в принципе до 17 числа основные операторы некоторые отправляли туристов на отдых вот то есть знаю точно улетели туристы 14 числа кто-то улетел возможно еще 15 числа 15 числа у меня туристы не вылетали соответственно как бы сто процентов ну не может быть объективной информации потому что лично мои туристы 15 числа не вылетали но значит дальше мы давайте перейдем к кабинету министров украины они 14 числа дали разъяснение соответственно в этом разъяснении говорится о том что где и как происходит собственно что должно происходить то есть самый главный это пункт 2 принципе с полуночи 16 марта закрывается сообщение с закрывается границы и соответственно иностранцы не могут въехать в украину украинцы граждане которые находятся за границей они возвращаются каким образом они возвращаются значит те туристы там можно так сказать давайте за туристом говорить которые отправились на свой отдых через туристические агентства они будут возвращены как сказал наш президент чартерными рейсами но не было конкретной инструкции когда они будут возвращены то есть будет ли они до 17 возвращены либо это все таки они вернутся в срок пока что информации объективной на 15 марта 2020 года нет они выехали на месте им гиды говорят что ожидайте информацию то есть проверяйте обновление инфостендов соответственно там вы получаете эту информацию те кто находится на отдыхе через туристическое агентство через туроператоров туристы которые отправились на отдых самостоятельно то есть купили себе билет где-то там забронировали на сайте либо еще что-то в этом роде либо там через авиакассу и забронировали жилье отдельно там на каких-то сервисах либо вообще на месте вообще ну как был в полном лесе что это означает никакой информации принципе кроме вот этих официальных источников у них нету соответственно в любом случае все не важно кто туристы самостоятельные туристы которые поехали через агентство должны руководствоваться только официальными источниками и на данный момент их пока что немного так как это выходной то есть мы имеем получается распоряжение кабинета министров украины ссылочка будет в описании под этом видео это официально принципе вы сами можете зайти это все посмотреть на сайте этого ресурса вот ну чтобы вам легче была ссылочка есть под этим видео ну там будет вообще план этого видео то есть я все важные которые вам нужны ссылки оставлю в описании под этим видео обязательно заходите под этом в описании смотрите переходите и смотрите именно только объективную информацию дальше мы идем разбираем следующий момент дальше еще у нас есть разъяснение вид мзс украины еще треба знаты про въезд на территории украины так консульскую допомогу в связку с коронавирусом значит тут много как бы пунктов все их нужно прочитать очень меня заинтересовал такой пункт номер девять здесь в этом разъяснение что украина темчасово закрывая международное регулярное пассажирское сполучение с 17 березня о пивночь и за киевским часом до 3 квитня то есть конкретно что чартерные рейсы останавливаются нигде не говорится но говорится что чартерными рейсами туристы которые уже улетели до 17 числа они все вернутся но опять-таки нету конкретики когда они вернутся соответственно что нам говорят туроператоры давайте пройдемся по основным оператором потому что всех интересует какая же судьба их путевок и что делать в этом случае значит первый оператор из так смотрите значит разберем только самых таких крупных операторов потому что принципе как бы есть менее крупные есть мелкие операторы информации будет много но чтобы как-то более объективно разобраться здесь я видео расскажу только за несколько основных туроператоров и что они сказали по этому поводу как они себя повели так ребят первый оператор у нас тест-тур он говорит на своем официальном сайте что рейсы 15 и 16 часа будут выполняться только на вывоз туристов из-за границы на территории украины соответственно туры которые получаются с 15 марта по 3 апреля туроператор предлагает перенести как это сделать это нужно вам обращиться туристам нужно обратиться к своим турагентам через которых они оформляли тур и решать этот вопрос следующий туроператор ребят join up он на своей страничке в фейсбуке тоже дает официальную информацию о том что происходит и как происходит то есть вам нужно обращать внимание принципе как бы можно смотреть информацию на сайте join up а там есть раздел где он дает эту информацию но больше все таки информации почему-то оператор представляет именно в соцсети в фейсбуке он тоже объективно говорит что как кому делать поэтому ребят смотрите на официальную позицию туроператора джина либо на сайте join up а либо на странице фейсбук он дает официальную информацию и ориентируйтесь на нее не ориентируйтесь на какие-то всплески какой-то непонятной информации из различных других источников обращайтесь к своим турагентом и соответственно решайте этот вопрос если у вас вылет из начиная из 15 марта по 3 апреля вам нужно обратиться к агентам с обращением что делать такой ситуации они вам дадут разъяснения обязаны дать разъяснения с позиции оператора если дают какую-то другую информацию ну тогда обращайтесь к оператору непосредственно на прямую на горячую линию вот но принципе все должны все-таки в этой ситуации как-то ну принять позиции в том что идти навстречу и каким-то путем договариваться следующий туроператор coral travel тоже на своем сайте дает официальную информацию что туры до 7 часов утра 15 числа будут выполняться по расписанию все остальные туры начиная с 15 числа до 3 апреля они предлагают перенести перебронировать по новой стоимости онлайн а это конечно вызвало просто нереальные как бы отрицательные эмоции и у турагентов и у туристов потому что цены выше кстати принципе не только туроператор coral travel говорит что переносить туры по новой стоимости онлайн такую позицию пока что принимает большинство операторов и соответственно я не знаю как выходить из этой ситуации но честно говоря как бы цены ну по сравнению с теми ценами которые оформлялись по турам ну совсем другие поехали дальше туроператор ту и тоже очень большой оператор значит он дает информацию ту которую я видел у себя на странице в фейсбуке соответственно как бы ребят вам нужно обращать внимание на официальный источник информации по ту и и таким же самым образом связываться своими агентами и решать вопрос вашего тура касательно туроператора annex tour annex tour я как бы не видел чтобы он давал официальную информацию не у себя на сайте не на странице facebook официальной своей соответственно он ведет коммуникацию просто я слышал от некоторых агентов что туроператор annex tour кому-то что-то не отвечает принципе от большинства своих коллег я все-таки слышал информацию все-таки туроператор поддерживает коммуникацию несмотря на выходные он все-таки в экстренном порядке занимается вопросом туристов но допустим что было допустим 14 числа туристы улетели на отдых 15 числа у нас нету туристов принципе не могу сказать летят не летят то есть если что напишите в комментариях под этим видео что вам говорит annex tour но такой консервативный оператор хотя с другой стороны его консерватизм и принципе пока что позволяет ему хорошо держать свои позиции на рынке и старается качественно выполнять свои обязанности перед туристом поехали дальше следующий туроператор у нас пегас туристик он дает официальную информацию на своем сайте ссылочка тоже в описании под этом видео обязательно переходите если ваш туроператор пегас туристик и смотрите эту информацию на сайте пегас туристика то есть так само принципе как и другие операторы он дает информацию о том что рейсы до 8 часов утра 15 марта выполняются по графику и туристы отправляются с 8 часов утра 15 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года туроператор предлагает своим туристам туры переносить для этого он говорит связываться либо с колл-центром либо принципе с турагентами но правильнее всего связываться ребят с турагентами где вы оформляли тур для того чтобы они вам дали объективную информацию по конкретно вашей заявки обязательно ребят смотрим официальный источник и обращаемся к агентам особенно это то что касается туров допустим если это вылет 16 числа потому что все таки тут времени немного и я не знаю как они будут разбирать этот вопрос рассматривать если вы не обратитесь сегодня 15 марта к своему агенту до сегодня выходной некоторые могут не брать трубку и увы ребят я не знаю как бы значит вы обратились не в то агентство все сейчас в этом порядке все-таки пытаются найти выход из этой ситуации пожалуйста агенты не создавайте паники для туристов а вы туристы тоже поймите что у агентов есть дом есть семья и они тоже люди и принципе эти агенты вы через которых вы оформляли тур они не виноваты в том что сложилась такая ситуация найдите общий язык который принесет вам спокойствие а не создаст панику пожалуйста ребят это мое обращение к вам и к агентам и туристам и так что делать туристам которые находятся на отдыхе и оформили свои туристические поездки через туристическое агентство и туроператоров первое что на отдыхе у вас есть гид принимающей стороны обязательно поддерживайте связь с этим гидом и обязательно как бы тоже старайтесь поддержать связь с вашим турагентом то есть у вас должен быть интернет либо там деньги на счету чтобы вы могли позвонить в роуминге лучше конечно если это интернет вы можете переписываться в мессенджерах в общем обязательно поддерживайте связь ребят и следите за оперативной информацией которую вам принципе предоставляет гид и турагентство через которое вы оформили тур следующие туристы которые поехали за границу самостоятельно там автобусом самолетом может быть машиной но принципе давайте возьмем во внимание только рейсы связанные с пассажирскими перевозками то есть автобусы примеру самолеты значит вам наверно будет тяжелее в этой ситуации потому что президент сказал вам нужно каким-то образом до 16 марта полуночи самостоятельно вернуться в украину сделать это крайне сложно насколько я понял потому что у меня сейчас есть знакомые за границей и я стараюсь поддерживать с ними связь они говорят что они покупали билет им их отменили деньги еще не вернули вторые тоже как бы туристы которые находятся за границей во первых говорят что стоимость билетов просто нереально выросла это просто как бы ну сногсшибательная сумма и второе как бы принципе особо нету возможности успеть вернуться до 16 марта до полуночи соответственно есть некоторые рекомендации что делать таким туристам нужно обязательно обратиться в мид на горячую линию ссылочка тоже есть под этим видео на сайт мидо и ну я наверное все таки оставлю и телефон горячей линии мидо вроде бы как за границей обращение на украинский номер в министерстве иностранных дел должно быть бесплатно если кто-то уже обращался то напишите это в комментариях чтобы все знали как бы платно либо бесплатно и второй момент нужно зарегистрировать свое положение в системе друг ссылочка на эту систему тоже будет под этим видео ребят это то что вы можете сейчас сделать потому что принципе до завтрашнего дня до понедельника 16 марта в украине выходной до некоторые там работает в экстренном режиме но принципе ничего никакой объективной информации что как когда куда каким образом ничего нету поэтому тут вы тоже должны принять такую позицию не делайте суеты то есть не создавайте кипиш не создавайте панику от того что вы там будете сейчас где-то каким-то образом наяривать и пытаться что-то выяснить у у своего агента примеру это ну ничего вам не поможет я вам сразу говорю позиция такая как бы все в ожидании в ожидании непонятно чего потому что документов официальных кроме тех источников которые я вам рассказал в этом видео которые есть в описании под этом видео нету соответственно просто вам ну никто не даст объективный ответ всю максимально официальную информацию я тоже представил вам в этом видео и ссылки я вам даю в описании под этом видео поэтому ориентируйтесь ребят только на нее и держите связь с вашими турагентами пожалуйста найдите я же говорю общий язык потому что я всех понимаю все на эмоциях всем тяжело всем нелегко но никто не турагент и не туроператор это даже наше правительство принципе как бы не думала что сложится такая ситуация в мире поэтому отнеситесь с пониманием если вы не создадите панику все это пройдет гораздо легче и гораздо быстрее создадите панику все будет сложнее ребят обращаюсь еще раз к вам смотрите только экспертов ориентируйтесь только на официальную информацию и тогда будет это все легче перенести вдруг какие то есть вопросы пишите в комментариях под этим видео на что смогу я вам дам ответ если у вас есть какая-то информация объективная вы находитесь за границей либо вы турист и что-то где-то у вас какие то есть недопонимания вы тоже это рассказывайте в комментариях под этим видео в общем все на этот день что я мог вам дать я вам дал надеюсь вы это воспримите и завтра начнете новый день и у вас значит все что я мог вам дать объективного на сегодняшний день я вам дал завтра будет понедельник завтра будет рабочий день и надеюсь завтра мы получим уже более объективные ответы на все наши вопросы на этом все друзья желаю вам всем удачи желаю вам всем хорошего настроения пускай хранит вас господь бог и до новых встреч